В городе над Звиной пройшли открытые областные спа-борнествы по лыжных гонках у рамках республиканских спа-борнествов по лыжа-роллерах, скибл-тур 2024, другий этап. Представничий спортивный форум собрал больше за три сотни атлетов из всех регионов Украины. Удельники спрочивали лидерство в четырех взрослых группах. Они вели борьбу на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. За юными айчинными зорками лыжных гонок сочили и наши корреспонденты. Тему протягне Сергей Місурагин. Полночный регион Беларуси – место, которое как магнитом протягивает представников зимовых видов спорта. Тут в своей традиции славутые атлеты и створена добрая материально-техническая база. А еще гостей подкупляет то, что с поборнеств вылазится на основных автомагистралях областного центра. Все это по традиции трасы для лыжа-роллера устала в улице Генерала Ивановского в областном центре. По согласованию с областной властью мы проводим данный тур практически в центре города Витебска. Перекрываем движения. Тем самым мы хотим популяризировать данный вид спорта. И знаете, если вот так проходя мимо хотя бы один ребенок, смотря на эти соревнования, выберет своей жизни профилем физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни, значит мы работаем не зря и на том пути, который он должен быть. С каждым годом скибл тур только набирая популярность. А в этом свечит сколько судельников, которые выходят на старт. Летесь организаторы проводили турнир у трохузоростовых группах. Зараз до их долучилась и еще одна категория спортсменов. Гэта самые юные лыжники. Им так само необходима споборницкая практика. Тренеры попросили, что не хватает соревновательной практики. И мы сделали четвертую группу для самых маленьких. И она, как ни странно, оказалась самой массовой на сегодняшний день. Это уже мы смотрим, это уже у нас второй этап в этом году литес принимает. На первом этапе была самая массовая. По заявкам мы видим, что это маленькая группа младших детей и здесь самая массовая. Поэтому, наверное, правильное решение было. Выступить на витебском этапе скибл тура проезжают не только выхованцы спортивных школ, а и аматоры. Мазаран Кагана Пинчук каже, что умовы для занятку в ее городе не самые выдатные. А для девчонка марок займаться лыжными гонками. Мы занимаемся на стадионе школы, ищем какие-нибудь пути, например, от гребной базы нашей до площади Ленина. Это очень сложно, но мы справляемся. Традиционный садот фаворитов с поборницей специалисты вылучают спортсменов Минска, Могилевской и Витебской областей. Господа рыцарь серьезно рахтовались от этих стартов. Благодаря имеющей спортивной базе в городе-городке наши спортсмены обеспечены всем необходимым митарем. Тренерский состав очень высоко квалифицирован. Поэтому в том году мы заняли второе место, в этом году задача стоит только первая. Першими на старт вышли самые юные спортсменки. Тут перши финишевала 11-годовая могилеучанка Марина Близнец. Девчонка подробязно рассказала про формулу своего поспеху. Сначала все, как обычно, толкались одновременно безшажным ходом. Я обогнала сразу нескольких человек этим ходом до конца фишек, а потом начала ехать на каждый шаг. Так я стала еще быстрее, обогнала еще несколько человек, а потом ехала через шаг и уже была первая. На протягу дня спортсмены разыграли медали у четырех взрослых группах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Сергей Мисурагин, Антон Левин, Новины, Витебск.